Продолжение следует... Лейла Курскиева работает на рынке в Назране. У них с мужем семеро детей. Заработка мужа не хватало, и в один момент она решила, что должна помочь мужу содержать семью. Нужда заставила выйти на рынок. У вас муж есть? Есть. А это как-то сказалось на ваших отношениях с мужем в вашей работе? Нет, не сказалось. Мы друг друга понимаем и друг друга понимали, помогали друг другу во всем. Взаимопонимание было между собой. По своей специальности она работу не нашла и, как многие, вынуждена была пойти на рынок. Она не жалеет о своем решении и считает, что женщина может и должна помогать мужу. Мы должны воспитывать своих детей, чтобы они пошли в школу, пришли, нам не говорили. Вот у этого ребенка есть такая тетрадь, а почему у меня нет? Мы придем домой вечером, посидим, поговорим. Вот я столько сегодня заработала. Если ты внуждаешься в этих деньгах, возьми, я могу и завтра заработать эти деньги. Немного другая ситуация у Розы Куркиевой. Жизнь заставила Розу стать опорой для своей семьи. В 93-м году ее муж погиб в аварии и у молодой женщины осталось на руках четверо детей, которых надо было как-то ставить на ноги. Роза считает, что женщине лучше дома с детьми. Любая женщина с большим удовольствием будет сидеть дома со своими детьми и даже заниматься домашним хозяйством. Любая. Я так считаю. Будь у вас возможностью, я бы тоже. Будь у меня возможностью, я бы сидела дома. Традиционно женщина на Кавказе не работала в привычном понимании этого слова. Мужчина содержал семью. Женщина была охранительницей домашнего очага. Но в 90-е годы эта ситуация начала меняться. После развала Советского Союза появилось огромное количество безработных. К сожалению, ее неспособность адаптироваться к новым условиям рынка привело к тому, что в основном мужчины остались без работы. И на этом фоне появляется женщина, которая более гибкая, более готова идти на какие-то те вещи, которые мужчина мало готов идти в силу каких-то ментальных, культурных ограничений. Ахмед Парагульков считает, что смещение традиционных ролей в обществе в сторону повышения социальной и трудовой активности женщин, естественно, в существующих реалиях. Более того, он уверен, что этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Это нормально, это будет продолжаться. Женщина будет являться все большим субъектом экономической активности и субъектом добавленной стоимости в рыночную экономику, в ВВП региона. И это на самом деле неплохо, это хорошо. Другой вопрос, смогут ли супруги договариваться друг с другом и выстраивать заново свою систему отношений. С точки зрения ислама женщина имеет право работать, если у нее есть такое желание. Но зачастую это приводит к перекосу ролей в семье. Женщина становится лидером, что меняет существующий семейный уклад в обществе. По мнению богослова Ахмеда Тангиева, проблема не в том, кто зарабатывает больше, а в нежелании многих мужчин работать в принципе. Ответственность несет за семью свою мужчина. Соответственно, он не должен зарабатывать. Бывают ситуации, когда мужчина не может зарабатывать. Хотя в нашей ситуации очень часто мужчины просто брезгуют определенными профессиями. Но мы должны понимать, что брезговать профессии мы должны только теми, которые запретил Всевышний Аллах и Его посланник. И в остальных профессиях, тех, которые не запрещены Всевышним Аллахом и Его посланникам, мы не должны брезговать и, соответственно, зарабатывать, обеспечивать свою семью. Муж должен искать сам работу, находить сам источник пропитания и показывать жене, что он хозяин в доме. По мнению Ахмеда, если в прошлом веке люди довольствовались меньшим и обучали своих детей в сельских школах или мечетях, то теперь каждый родитель пытается дать ребенку лучшее образование для стабильного будущего. И не всегда это удается сделать на заработок одного мужа или жены. Очевидно одно – проблема в нежелании или неумении жены и мужа договориться между собой и прийти к компромиссу. И в этой ситуации супруги должны помнить, что они плывут в одной лодке. И от того, насколько крепкая будет их команда, зависит их общее благополучие. Изабелла Явлоева, Аслан Героев, Магомед Ледигов, канал Алиф.